Всем привет! Понедельник с муаустом на львине 58. То есть вставать как бы через 5 часов мне не дают спать. Реально не дают спать. Я была в той комнате. Я в той комнате легла себе в 12 часов 30 минут. Я легла спать. Задремала, проснулась из-за того, что мне надо было поставить реально телефон на зарядку. Поставила телефон на зарядку. Слышу, ну туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда бегает. Вот. Целая чашка мяты. Говорю, а что ты делаешь? Выпила целую бутылку спрайта. Я говорю, мы же рецепт должны были снимать. Я понимаю, конечно, что это твое пособие. Но как можно было выпить 1,5 литра практически? И мяту. Вон, сколько мяты. Съела пачку чипсов. Пустая просто пачка чипсов. Настя. А я встаю. Настя, что это такое? Повернитесь к зрителям. Что? Не надо меня снимать. Сколько я тебе говорила? Вот это приходишь, блин, снимаешь. Зачем? Сколько уже можно? Захотела я чипсов. Ну, какая разница? Хоть я съем сейчас 10 пачек. Что было? Когда поели, все нормально. Потом прошел час. Настя говорит, я больше такую жирную пищу есть не буду. Ну да. Типа этот. А я говорю, я что, виновата, что такое сейчас положение? Что вы там такого? Я говорю, не ешь. А в итоге пошла съела пачку чипсов. Очень логично, да? Ну, захотелось мне. Я не знаю, я тогда как будто была голова... Ну, сначала я наделась, меня тошнило, а потом прошло это все. И я решила, что я буду есть пачку чипсов. Да, я понимаю, что это плохо, но ничего, я начну скоро новый образ жизни, буду худеть, утверждаю даже в этом. Я тоже говорю, что мы должны с тобой заняться питанием. Аня, ну блин, ну как захотелось мне. Что я сейчас делаю? Просто ты как будто специально бегала, гупала. Нет, я бегала с тобой. И я слышала, как ты на кухне очень громко что-то творила. Я не могла, потому что я ходила, курила, во-первых. Мне холодно, я замерзаю, я не знаю. Сейчас полгода ты ешь холодная, поэтому я ходила, курила. Я тебя еще, я слышала, я еще думала, тебя позвать или нет. Я думала, ты спишь или нет. Зачем вот это начинать? Типа, зачем ты сейчас приходишь, вот это снимаешь, я не понимаю, зачем выяснять. Что я опять плохая, да, буду? Да, будешь плохой, потому что я тебе еще раз говорю, мне было, мне было холодно. А рецепт ты покажешь завтра, моя хита? Ты завтра купишь, но выстроить? К чему это? Что, я нормально? Дать, Аня, если я захочу, то хоть, я не знаю, 25 литров выпью за ночь. Я имею в виду, что мы же рецепт обещали. Я сделаю видео, да, но зачем ты сейчас начинаешь вот это все провоцировать или что, на скандал ночью, чтобы соседней я подняла. Если захочу, то я подниму и соседей. Все вместе будем разбираться, кто тут не спит. Я еще раз говорю, мне холодно, я пошла курить, я думала тебя позвать. Каких ты соседей собралась бы? Не знаю. Ты что? Мне не спится, я думаю. Не спится, тебе задана курс. Я знаю, да, из-за этого я думаю, что я не могу уснуть, я не знаю, бессонница у меня какая-то началась. Депрессия, сейчас там напишут, а то еще... Для осени депрессии еще рано. Не знаю, сейчас очень холодно, и я посмотрела август-сентябрь, и... Да, уже август, да, хотела сказать июль. Август-сентябрь холодный будет, как октябрь. Надо уже задумываться, а ты тоже, блин, начинаешь. Ты особо на мое пособие тут не рассчитывай, если что. О, глазки свои показала. Не, я тебе нормально, я тебе в нормальном смысле говорю. Ну как отдам, потом будем на мое жить, какая разница. Ну понятно. Ну просто ты приходишь сейчас ко мне с таким, типа, ну захотелось мне что-то, я не знаю. Это от лайма пенится? Да, лайма и этот... Вайкуля? Лайма-вайкуля, да, там. И это, мята, мята хорошая. Короче, что ты мне вообще достаешь? Ты что, Настя, вообще психованная. Ну я уже, теперь я хочу спать. Сейчас уйду, сколько мята стоила? 75 центов 40 грамм. Ее редко, она редко бывает. Кстати, в той комнате так дует? Да, там дует. Поэтому я не хочу там быть. Потом я сказала, там будешь ты. Только диван это твой, начнем с этого. Я не знаю, сейчас, кстати, вещи те, что стирать, сейчас невозможно, чтобы они высохли. Потому что у нас нет стирала. Нет, даже вручную можно выжать, да, как-то это все сделать. Но он не высыхает из-за погоды такой прохладной. Да разве что батареи были включать. Да, Ася, а что ты тут, что ты устраиваешь тоже, что за погоду? Ну я просто говорю, что я не могу. Короче, все, это негатив, оставляй себе, давай. Завтра утром после курсов включимся и расскажем, как мы сходили, если Настя встанет, конечно. Все, мы пришли с курсов, зашли в магазин, купили там продукты на грибной суп, и нас вдохновили сделать суп. Очень много комментариев, почему вы не варите суп, почему, почему. Ну, я там всем ответила, что в летний период времени мы супы не варим. И вообще мы не совсем любители супов. Я с детства их не люблю. Меня мама заставляла ложками с детства ешь за маму, за папу. Ну, есть такой стереотип, что суп полезный, типа, первое блюдо полезное. На самом деле, насколько я читала и знаю, что это все просто миф и просто выдуманное. Да, это правда. Горячее, да, теплым можно употреблять, а вот горячее нельзя. А еще и сливного, да. Оно желудок как-то там расширяет, ну, типа, нельзя вообще, врачи не рекомендуют. Сегодня сходила, закупилась. Ну, после курсов зашли, купили там все на грибной суп, потом снимем рецептик. И еще освежающий напиток сделаем. Да, мы хитро нас все-таки взяла новый спрайт для того, чтобы сделать мохито и показать вам на видео. Вот. Распаковку делать не будем, не хочу. В следующем видео увидите рецепт супчика или мохито, как оно у нас получится. Рассказывай, как ты проснулась? Ой, я, кстати, ребята, я с ней вообще была удивлена, что после каникул я так слегка встала, как будто у меня график там на работу. Я не то, чтобы там курсы... Так ты ночью, он как кричала. Я не спала, я не могла уснуть ночью. Агрессатор. Так я реально не могла уснуть. Вообще, я как-то уснула в 5 утра, встала в 7. И вообще... Поставила лампу, как-то вот не пойму. Я встала в 7 утра, заварила себе кофе, надела сигаретку. Я в 7.30 встала. Да, Аня пошла в душ, голову вон ты мыла, да? Да. У меня в 7.30 встала. Как-то так слегка я выпила кофе, я до сих пор хорошо чувствуюсь. Бодро? Бодро. Не то, что когда дома, вот, что-то начало происходить, я живую, боли уже начинается, как будто там. Рафик, уже все нормально. Сходили сегодня, ну не знаю, как обычно. А с тебя вызывала? Сегодня, кстати, там, один раз она вызвала меня. Она сегодня мало кого вызвала. У нас сегодня растиралась, ответила нормально. Не растиралась, потому что я следила за заданиями, я знала, что мне отвечать. А я сегодня, честно говоря, не особо следила. Да, и она была удивлена, опять-таки, что я начала отвечать. Ну, увидим, что дальше. В целом весь класс пришел, к нас опять новенький. Да, с Испанией мужчина. Да, с Испанией мужчина. Живу здесь 5 лет. 5 лет, да, ну вот курсы ему нужны. Языка вроде как не знаю. Ну, я думаю, что это ему, можно так сказать, для бумажки. Причем много таких вот людей, которые... По 6, по 7, по 10 лет живут и не сдают. Дают экзамены и идут опять сдавать именно уже через года. Но я сразу же думаю... Я думаю, они язык знают на таком вот базовом уровне, который им для работы. Либо они раньше работали на каких-то таких минимальных работах, и сейчас они перешли какую-то, может, хорошую работу. Ну да, я не знаю, возможно, нужен этот сертификат. Я просто имею в виду, что они вот в бытовой, повседневной жизни общаются все равно на немецком. Ну, за 5 лет по-любому. Так они общаются все равно? Не могу сказать, что хорошо, но разговаривают. Не хорошо, но разговаривают, как-никак. И мы заговорим. Да, сегодня все рассказывали, как провели свои выходные. Ребята тоже были, рассказывали, что в том же городе, что и мы. Баден, Баден. Да. Много кто по Германии путешествовал, много кто дома был. Ну, в общем, все, ладно, Настя, хватит. Да. Не хочу. Как-то так. Сейчас я не знаю, будем продолжать. Нет, видео уже завершаем. Завершаем, да? Да, поэтому... Все, я тогда буду сейчас готовить супчик, ребята. Кому интересно, может, все-таки. Я, да, там женщина, кстати, Лариса, если не ошибаюсь, написала. Я вам что, профессионал? Все же женщина. Ну, девушка, женщина, я не знаю. Я просто так обращаюсь. Написала я что, ну, она не написала так, но нам... Ну, я переведу сейчас своими словами, внешний спец, чтобы при готовке, или я там работала поваром. Ну, многие написали, что все у нас отлично получается, в частности у тебя. Так хорошо получилось. Не переживайте вообще, все нормально, вы готовите, старайтесь. Пишут, я и в 20 лет там не могла так готовить. Ну, как бы делают комплименты, кто-то дает совет. То есть все нормально, не надо так реагировать. С ошибками, ну, по крайней мере, это было вкусно. Там, как я делала, неважно. У меня не было каталки, опять говорю, и всего другого. А с тестом я никогда, я вам в видео уточнила, что с тестом я вообще, ну, не умею. У меня, ну, типа, вы видели, что я раньше что-то лепила? Нет. Пасху-то такая. Ну, пасху и это. Ну, пасха не получилось, да. Да ладно, вкусно было пасху. А вот это, что хачапури, так оно реально, как оно... Мы же Людмиле передавали, она сказала, пасха хорошая. Ну, правда, это совсем не то. Ну, не совсем, а немножко не то. Потому что мы ошиблись с мукой. Но в следующем году, если так сложится, что мы будем здесь, то мы приготовим по нормальному. Да, да, классическому. По нормальному. Короче, нормальную муку мы возьмём. Поэтому я не буду оправдываться, я уже ответила вчера. Настя, ну ты уже... Всё, хватит тогда. Да. Ещё хочу сказать, что... У меня большой спойлер. Покажу всё. Я хочу тоже записать видео по поводу очередного письма мне. Мне нужны будут советы, возможно, кто-то сталкивался с этим, возможно, у кого-то есть такая проблема, но проблема у меня реально серьёзная. Очередное письмо. Не надо показывать вот это. Мы... Зачем ты проповедуешь? Я просто хотела показать, что нам подарили нам... Ну, просто побежью пепельницу нам дали в киоск. Да. Вот, подарок. Вы же бросать скоро должны, а ты не провоцируешь на плохие комментарии. Так что, ребята, как это... Свет так светит, я прям не могу. Я не знаю. Всё, до встречи в следующих роликах. Извините, если это стумбурное какое-то видео. Всем хорошего настроения, всем продуктивной рабочей недели и нам хорошие учебные в неделе. Всё. Ждём ваши комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok